Привет, друзья! Нельзя сказать, что Елена Прудникова была суперпопулярной актрисой, но советскому зрителю хватило и того, что она воплотила образ всеми любимой Кати Татариновой в легендарном фильме «Два капитана». Эта роль обеспечила актрисе известность на многие годы вперед, а в военной драматической ленте вариант Омега Прудникова сыграла Лоту Фишбах, кстати, порекомендовал ее режиссеру сам Олег Даль. Сегодня Елену Прудникову можно увидеть на экране лишь во время трансляции старых фильмов. Она давно не снимается и очень редко становится героиней публикаций в СМИ. Прудникова родом из города Ростова-на-Дону, а появилась она на свет в мае 1949. С самых первых лет жизни маленькая Лена танцевала, пела и вообще была очень непосредственным ребенком. Родные и знакомые даже дали ей шуточное прозвище – актриска. Дабы развить способности дочери, родители отдали ее в драматическую студию, педагогом в которой была Тамара Ильинская – профессиональная актриса. Юным студийцам преподавали не только основы актерской профессии, но и хореографию. Первая любовь настигла Лену еще в старших классах школы. Это был мальчик из ее класса. Молодой человек был не в восторге от увлечения Лены театром, но высказать ей этого вслух не решался. Получив аттестат зрелости, девушка засобиралась в Москву, ведь для нее уже было практически приготовлено место в школе-студии МХАТ. Тамара Ильинская постаралась для любимой ученицы и обо всем договорилась с московскими коллегами. Может показаться странным, но именно из-за юношеской любви к однокласснику Прудникова отклонила все приглашения в трупы знаменитых столичных театров, отказалась от съемок в кино. Уехав после окончания вуза в родной Ростов-на-Дону, где ее ожидал возлюбленный, молодая актриса поступила в местный драмтеатр имени Горького. Однако уровень провинциального театра показался ей слишком низким по сравнению со столичными, и Елена заскучала по Москве и утраченным карьерным возможностям. Может, она уехала бы обратно, но в этот момент любимый сделал ей предложение, и чувства победили. Прудникова рассчитывала, что вскоре уломает молодого мужа, и он согласится переехать в столицу, но этого не произошло. Муж Лены категорически не желал менять обстановку, покидать родной город, близких и друзей. Через некоторое время проблема стала слишком острой. Вопрос стоял так – карьера или семейное счастье? Актриса выбрала первое. Московский театр на Малой Бронной стал для Прудниковой домом почти на четыре десятилетия. Она исполняла главные роли в лучших спектаклях, была настоящей примой этого прославленного коллектива. Что же касается кино, то здесь все складывалось несколько иначе. Лишь четыре ее работы остались в зрительской памяти. Кроме вышеупомянутых Кати Татаринова и Лоты Фишбах, Прудникова сыграла еще пару заметных ролей в картинах «Наш бронепоезд и вызываем огонь на себя». Было еще один фильм «Берега», но в СССР он получил негативную оценку. За рубежом, в том числе во Франции, о «Берегах» сложилось иное мнение, а фотографии Елены Прудниковой даже печатали популярные парижские издания. Второй любовью Елены стал актер Андрей Смирнов. Он не был свободен, имел жену Наталью Рудную и двоих малолетних детей, однако Прудникову это обстоятельство не остановило. Надо сказать, что в семье Смирнова и Рудной не было лада, супруги жили в постоянном напряжении. В результате Елена оказалась победительницей. Смирнов ушел к ней, сознавшись во всем жене. Оформив развод, Андрей вскоре зарегистрировал брак с Еленой, которая решила взять его фамилию. У Елены и Андрея родилось двое детей – мальчик Алеша и девочка Аглая. В прежней семье у Смирнова остались дочери, и нужно отдать актеру должное, он никогда не забывал о них. Правда, старшая, Саша, не сразу смогла простить отца, да и впоследствии с трудом справлялась с обидой. Зато вторая дочка, Дуня, сошлась с Еленой достаточно близко, можно сказать, подружилась с мачехой. Сейчас Евдокия, взрослая женщина, пишет книги. В мае Елене Прудниковой-Смирновой исполняется 72 года, и она уже отошла от творческой деятельности. Однако причиной ухода на пенсию стал отнюдь не возраст, просто актрисе не по душе ситуация, которая происходит сегодня в кино, современные фильмы ей не нравятся. Да и в театре правит бал молодое поколение, и многое из того, что было дорого старожилам, напрочь отметается. Сейчас жизнь актрисы сосредоточилась на семье, только там она чувствует себя счастливой, спокойной и защищенной. Андрей Смирнов занимается написанием сценариев, и в этом ему частенько помогает жена. Иногда он снимается в кино, правда крайне редко. Актеры старшего поколения заслуживают искренней зрительской любви и благодарности. Пусть они как можно дольше остаются рядом с нами. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.